Если вы решили, что ваша квартира ваша, забудьте об этом, крест на этом поставьте. Если вы решили, что ваши вклады ваши, вам уже на них поставили. Если вы решили, что валюта у вас ваша, поставьте на ней крест. Если вы решили, что ваша машина ваша, крест. Еще раз говорю, вас загонят на позицию гастарбайтеров, и вы будете работать за похлебку. Сейчас уже ходят такие мемы, типа, работаете ли вы за еду? Еще нет. Хорошо, позвоню через неделю. Милые мои хорошие, вас, извините, в очередной раз натянут. Под лозунгом национализации отберут у вас имущество и присоседят к тому, что они сейчас владеют. Дмитрий, вот интересно твое мнение сейчас на фоне глобальной истерии с коронавирусом, нефтяной войны, наших невнятных действий, экономическое продвижение страны, что сейчас будет с экономикой, что сейчас будет с товарооборотом, с деньгами, с кредитами, со ставками. Вот этот срез интересно послушать было бы. То, что сейчас происходит, это происходит не вчера началось и не завтра закончится. Все кризисы цикличные, но в этих волнах кризисов мы умудряемся устроить еще между кризисами. Свои кризисы на ровном месте, именно благодаря системе управления. Какой кризис сейчас? Сейчас кризис институциональный. Это вызов самой основе тому, что ошибочно называется государством. Я три вещи свяжу вам в одну часть. Это возрождение крипты. Многократно об этом говорил, что появление частных денег, возрождение частных денег. Это первый вызов с вопросом «государство ты кто?». Второе – это появление Гретты Тумбер, которая всего лишь девочка, а за ней, соответственно, есть то движение. Не то, что оно ее ведет, она просто появилась как кристаллизатор этого движения. Когда говорится об изменении программы того, какой товар должен производиться, как он должен производиться, насколько он должен серьезно влиять не только на общество, но и в целом на мир. Это тоже вопрос «государство ты кто?». И третий вопрос – это который поставил коронавирус, который сказал «мы платим налоги, мы отдаем огромную часть своего труда, вы копите в какую-то кубышку чиновнику». И задается вопрос «государство ты кто?». Потому что ты, государство, не обеспечиваешь базовую функцию, ты не обеспечиваешь функцию безопасности. Потому что первые два вопроса были «государство ты кто?», ты не обеспечиваешь устойчивость системы. Когда задавала это крипта, когда задавала условная зеленая экономика, то есть ты не обеспечиваешь функционирование и возвратность системы. А тут задается вопрос «ты не обеспечиваешь безопасность». Это фундаментальный вопрос. Почему это очень важно для нас? Изменения будут происходить во всех странах мира. И этот вопрос «государство, ты кто?» задает каждое будет гражданское общество. Наше гражданское общество атомизировано и осознанно загнало в говнище. Но оно, тем не менее, присутствует. И оно то, плюс ко всему, оно очень присутствует, гражданское общество на высоком уровне. Сейчас я рассматриваю не основную массу народа, а те группировки, которые сам образовал Владимир Путин. Именно в динамике этих группировок и будут происходить изменения, о которых ты задал вопрос. Почему я делал такую подводку? Там есть базис. По той методологии, которую они сейчас исповедуют, они исповедуют, мы говорили в одном из роликов, они отбирают все ресурсы. Еще до этого, год назад я говорил о том, что они будут отбирать доллар, что они будут отбирать вообще имущественный комплекс. У них начинается уже грызня. Это не клыбок целующихся змей, это уже люди, которые подкусывают середину себе хвоста. И эти группировки начинают уже вшибаться. К чему мы с тобой придем? По моим оценкам, мы придем вот к очень крайне левацкому повороту. Не левому повороту, а левацкому повороту. Потому что очень часто слышу на параллельных встречах, когда левые искренне считают, что должен произойти левый поворот. Милые мои хорошие, вас, извините, в очередной раз натянут. Под лозунгом национализации отберут у вас имущество и присоседят к тому, что они сейчас владеют. Поэтому, когда вы просто ходите с лозунгом, не понимая методологии осуществления национализации, которая вам кажется всеобщим благом, нет, это не всеобщее благо. Это всего лишь способ переделла имущества. Когда речь идет о том, о государствении экономики, не будет какого государствения экономики по причине весьма прозаичной. Потому что она и так уже псевдогосударственная, только она находится в кланах. Поэтому кланы в ближайшие два года шибутся. Они дальше отсосут у крестьян, посадских крестьян, все имущественные комплексы. Мы не интегрируемся ни в какую экономику. Мы сейчас идем в такой Советский Союз, часть вторая, но только в более худшем положении. Именно по причине того, что равенства и братства нет, не было и оно не будет даже декларироваться. Вернее, оно декларироваться может быть публично будет, но это будет такая имплементация, что вы, конечно, нам братья, но ездить я буду на Мерседесе, а ты будешь ездить на телеге. Ну и я, и ты, и я, соответственно, на каком-то транспортном средстве. Поэтому я думаю, что нас отбросит вот этот кризис еще дальше в странах, скажем так, третьего мира. Мы переместимся, я думаю, с 11-го где-то место на 15-е. Там, по моим сейчас прикидочным расчетам, зависит от того, как взлетит Китай. Китай переместится, по моим оценкам, на первое место он будет сейчас. Именно поэтому Дональд Трамп-то как раз запускает станки, потому что он боится потерять вот это стратегическое преимущество. Заметьте, у них сейчас только эпидемия начинает подниматься, но как бы это цинично не было, любое общество, любое общество, это не относится социалистическое, капиталистическое, любое общество оценивает стоимость жизни. И в данном случае, если вы будете внимательно отсматривать Италию, чтобы вы для себя понимали, прирост смертности в Италии относительно среднестатистического умирания в такое же время, в такие же года, он не очень большой. Он всего лишь составляет 1,1%. Поэтому проблема прироста, кстати, смертности в Италии произошла по весьма прозаичной причине. Менеджерская ошибка, когда просто больных зараженных положили вместе с больными незараженными. То есть это менеджерская ошибка, еще раз говорю, это ошибка того самого вопроса государства, ты кто? Ну, я думаю, что такие первые векторы, которые я вижу, это крайняя там радикально левацкая аудитория, будет подниматься такая самая маргинальная, самая дешевая, и сами левые будут удивлены, потому что они вот, в чем у него сейчас поражают псевдо-левые, именно они псевдо-левые, тем, что они не понимают, что они, просто мотаясь с лозунгами, они сами приближают собственное повешение. То есть ты считаешь, что повернув налево, да, они не справятся с этим процессом? Они дадут сигнал, а радикально левые в первую очередь сожрут их, как, собственно говоря, своих родителей. Интересно, но я-то вообще-то хотел про другое, ты сейчас так и глобально перешел к левому повороту. А я потому, что я увижу вот эти все тенденции, потому что ты задал вопрос про экономику, а экономика псевдо-левых это все отобрать, а я показываю, что Путин очень левый, он у вас все отбирает. Путин очень левый, он у вас все отбирает. Вот осознайте, что такое левый поворот в реальном исполнении. Хорошая модель, да, красиво. Вот то, что реально интересно, это, собственно говоря, шкурение народа. Да-да, народа. Про вот этот миллион и якобы один процент. Значит, я вам приведу цифры, не знаю, потом я, Сережа, сброшу эту картинку, может он ее просто вставить, чтобы в видео. Значит, я вам приведу конкретные цифры, это мониторинг застрахованных вкладов за 2019 год. Значит, цифры. От одного миллиона до одного четырех миллионов вкладов 12,3%. От одного и четырех миллионов до трех миллионов это 10,9%. Свыше трех миллионов 32,1%. Суммарно это порядка 54% вкладов на сегодняшний день составляют ту сумму свыше одного миллиона. Это не богатые люди, это люди, которые на самом деле просто копили, извините, либо на машину, либо на квартиру. На дачу. На дачу, на там садовую тележку, что называется. Потому что многие вещи, очень многие вещи, к сожалению, стоят больше миллиона. Поэтому кого будет ошкурить, ошкурит именно вас. Поэтому это из рационального. Так что все замешано таким вот слоем красивости, но при этом реально ударит по конкретным людям. То есть, по сути, под шумок ввел еще один налог. Да. Антинародный налог. Абсолютно антинародный налог. То есть, тут ничего не надо прямо даже говорить. И вот это все заувалировано таким с толстым слоем майонеза вот этой всей протухшей рыбы. А теперь самое-самое главное, это, конечно, то, что каникулы власть объявила сама, а платит это обычный человек. Да-да, в том числе тот, который работает в государственной сфере. Просто представь себе, что твои услуги и товары, которые ты производишь, неважно, бумажки ты перекладываешь, стали дороже как минимум на 15-20%. Ведь что такое неделя якобы бесплатного? Ничего бесплатного не бывает. Это будет оплачено из твоих же доходов, только из будущих, а на самом деле из прошлого. И если ты помнишь, что дорогой революционер, сидящий по ту сторону экрана, якобы государственник, изображающий себя, в этом году должен был быть профицитный бюджет. Сейчас он будет дефицитный. Вот таким образом ты, потворствуя вот этому, типа этим каникулам, ты это все оплачешь. Это их страна, они ее закрыли, полеты все закрыли. Теперь их задача, собственно говоря, понять, как они будут отжимать вот у этого населения то, что у него осталось. Вклады это первый-первый звоночек. А кто вам сказал, что у вас так имущество не отожмут, что не поднимут налоги на имущество? Поднимут. В ближайшее время налоги на недвижимость поднимут. Я многократно говорил, если вы решили, что ваша квартира ваша, забудьте об этом, крест на этом поставьте. Если вы решили, что ваши вклады ваши, вам уже на них поставили. Если вы решили, что валюта у вас ваша, поставьте на ней крест. Если вы решили, что ваша машина ваша, крест. Еще раз говорю, работорговля не отменена, она просто видоизменила форму. Поэтому особенно те, кто особенно топит за так называемую действующую власть. Просто отдай, сдайте сегодня все имущество. И ни в коем случае не получайте зарплату ни в каком учреждении. Просто сразу напишите список продуктов, которые вам должны привезти. Или вы должны забрать одну пару трусов, одну пару носок, одно пальто. И просто за это работайте. Давайте будем честны, вам не принадлежит ничего. Вы не располагаетесь собой никак. И своим трудом в том числе. Ты сказал, что Путин глотнул Бога немножко. Можешь это раскрыть? Потому что это тоже близко к моим ощущениям. Он потерял все рубежи вот именно здесь. А это связанные вещи. Дело все в том, что ему приходит множество папок. Он держит несколько групп. У него нет близкого круга. Я хочу тебе связать момент быстрого и очень бездарного входа в стадию изменения Конституции. Мы когда-то с тобой снимали ролик, когда мы обсуждали, сейчас вот уже все забыли, что даже в первых поправках Конституции были орфографические ошибки. И это означает, что круг людей, с которыми он может просто посоветоваться, настолько маленький, что это буквально там 2-3 человека. Он не может вызвать к себе специалистов, потому что он каждому не доверяет. Его пожирает как раз недоверие ко всем. Он не доверяет даже этому ближнему кругу. Он привык решать самостоятельно. И вот он хочет, вот его поза вот такая, и вот этот устремленный взгляд, да, что он, как говорится, он дает направление, это как раз и показывает, что являясь, он чертовски одинокий, если быть по большому счету. Мы говорили, да. Это ужасное, ужасное одиночество. Одиночество на вершине. Не могу пожалеть его, правда, за это. Да, ну, не суть. Но самое главное, что он не может уже теперь из этого круга выйти. Он на этой вершине умрет. Потому что нету вот другие вершины, а он их видит. В чем проблема, соответственно, Соединенных Штатов, Европы, всех остальных? Он сидит на пике, он видит эти пики. Эти пики там. Он смотрит снизу вверх. Вот это его одиночество и видение вот этих пиков. Он постарается в ближайшее время отгородиться от этих пиков. Информационно, любыми способами. Больше и больше будет входить в риторику то, что там мы сверхдержава, а у них там, что называется, геи линчуют негров. Ну да, 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 мы в рай попадем. Да, мы в рай попадем. Ересь я уже слышал. Но это будет сейчас экстраполироваться в информационном пространстве. Вариантов нет. Потому что он знает, что он умрет на пике, но ему нужно отгородиться, что этих пиков нет. Да, знаешь, я на самом деле, у меня большого оптимизма нет от того, что он умрет. Я не верю, что что-то очень сильно изменится. Конечно, он квинтэссенция. Конечно, он такой замковый камень. Но наверху-то они... А здесь... Там система жесткая уже построена. Здесь жесткая система, но она будет... Она уже сейчас имеет движение. В том-то все и дело, что он понимает, что ему на выход. А здесь вот эти бурления говно очень серьезные. И каждый из них пытается... Вот условно говоря, мы вышли из сделки с саудитами. Каждый пытается быстро добежать, чтобы быть первым. Принести, сказать... Вот смотри, вождь, я могу тебе рассказать, как уничтожить эту вершину. Она не уничтожает эту вершину. Этот человек просто тупо зарабатывает себе бабки. Он тупо зарабатывает себе и своему клану. Он делает какое-то клановое выступление. И сейчас будут следующие, соответственно, заходы. Смотри, вождь, давай я атакую вот эту вершину. Виртуально атакую, конечно, Ангелу, Меркель, Макрон. Но Макрон мелковат. Но в основном вот эти две вершины. Или еще Си Цзиньпиня, который пока остается за кадром. Всегда будут вот эти гадюки долезать, какая первая. Вот эта драка жабы с гадюкой там будет продолжаться. Хорошо, если мы сюда завернули. А почему у этого человека, я имею в виду Путина, не хватает ума, как в свое время хватило у Ельцина? Договориться, передать преемнику. Невозможно. Почему? Потому что в эту секунду он снимет с себя самую важную задачу определять свою жизнь самостоятельно. Не может. Ельцин, при всех его минусах, он не был столь подвержен власти. Ему власть была нужна как инструмент. Он приходил, все-таки он единственный, по сути дела, из наших президентов, в которых сколь-нибудь выбирался, хоть как-то выбирался, хоть было какое-то. А Путина нам привели. Он привел нам его. Он сказал, вот этот мальчик, вот он будет у вас. И это очень важный комплекс. Он никуда не уйдет от человека. Он на нем останется. Он не уйдет. Не может уйти. Я правильно тебя понимаю, что наше избавление только в вирусе или каянии, как он, вернее, брут-брутой оговорился? Брутой-брутой не будет. Я думаю, что все произойдет по естественным причинам. Другое дело, что это избавление, ты же правильно задал чуть раньше вопрос. Это не избавление. Не избавление. Это всего лишь мы поднимем вот эти говна, чуть поднимутся выше. Да, да. И там начнется шибко. И самое основное, что у этих говн нет навыка управления. У них есть навык... Они не государственники ни разу согласен. У них есть навык конкуренции с кланами. Да, интрига. Интрига. Вот интригами они умеют заниматься. Править никто из них не умеет. Ну хорошо. Если экономика-то наладан, дышит уже. Огромная страна. Ну, жрать-то это я не знаю. Еда, наверное, останется. Не-не, они осознанно будут держать людей на подсосе. Там я многократно вижу, там, про революцию. Какая революция? Вас осознанно сейчас... Сейчас что будет сделано? Гастарбайтеров постараются отсюда вытащить, и вас загонят на позицию гастарбайтеров. И вы будете работать за похлебку. Сейчас уже ходят такие мемы, типа, работаете ли вы за еду? Еще нет. Хорошо, позвоню через неделю. Вот. Все. Осознанно система подводится, чтобы мы работали за еду. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok